Мы пришли, чтобы судить тебя по закону Гор. Нина, Нина, остановите их, мы с вами современные люди. Ну это средневековая дикость, ну я нарусил этот кодекс, ну я готов признать свои ошибки. Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью. Вы не имеете права, вы не имеете права, это самосуд. Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам. Ну вот такой вот номер. Вот мы ругаем свою думу, дескать, не те законы выпускают. А если наши законы сравнить, допустим, с американскими, с действительными американскими законами, то наши законодатели просто дети рядом с ними, понимаете? У них, например, в Северной Каролине есть закон. Ничего не выдумываю, на самом деле есть закон. Если неженатые мужчины и женщины вместе поселяются в один номер в отеле, они объявляются мужем и женой. Ничего себе, да? Ты вечером по пьянке завалился неизвестно с кем в гостиничный номер, а утром ты уже ее муж. Хорошо, если ты Анжалина Джоли, да? А если какое-нибудь пожилое страшилище с тремя детьми, и все как один кричат, папа, дай денег? Не, мужики, куда угодно, только не Северную Каролину. А вот, например, в городе Логан-Каунте считается преступлением целовать женщину, когда она спит. Вы мне скажите, для кого они это написали, а? Мужчины, я даже боюсь вас спрашивать, кто из вас вот... А? Есть хоть один-то? Я спрашивал своих друзей, кто из них целует свою спящую жену. Все как один посмотрели на меня как на ненормального и покрутили пальцем у виска. А один признался, если я, не дай бог, проснусь ночью и только посмотрю на свою жену храпящую, Я по тому неделю вообще никого целовать не могу. Даже свою любимую собаку. В Арканзасе мужчинам разрешается колотить женщин. Единственное условие, чтобы делать это не чаще одного раза в месяц. Я одному своему приятелю об этом законе рассказал, он умолял меня, давай поедем туда в отпуск с женами. Я хоть раз в жизни душу отведу. Ей одного раза на всю жизнь хватит. А теперь внимание, такого даже нашим думцам не снилось. В Калифорнии ни одно транспортное средство не может превышать скорость в 100 км в час, если оно едет без водителя. В Агайе особым законам запрещено предлагать рыбам спиртные напитки. Сами американцы над этим законом издевались, уже хотели отменить, но тут в Америку приехали наши отечественные рыбачки. Наш человек на берегу озера в трусах, в цветочках и болотных сапогах пополам пьяный предлагал местным карасям по 100 грамм за их здоровье. Причем предлагал по-русски. И что интересно, американские карася его поняли, подплыли и приняли дозу. А наш рыбачок потом ими пьяными и закусил. В Лос-Анджелесе муж не имеет права бить жену ремнем шире двух дюймов, не получив на это предварительное разрешение. Не, у нас такой закон не приживется никогда. Кто его мерить-то будет, этот ремень? А око разрешение-то получать. У нас могут по башке огреть сковородой диаметром полметра. Да и то не мужчина, а женщина и безо всякого разрешения. В Денвере ловцы бродячих собак перед очередной облавой должны предупредить собак, повесив за три дня объявление на дереве в парке. Ну а что вы смеетесь? Это мне как раз понятно. На гастроле в городе Кемерово я видел в скверике объявление. Дорогие собаки, объясните своим хозяевам, что гадить в сквере нельзя. В штате Кентукки нельзя жениться на бабушке своей жены. Вот кому-то это пофигу, да? А вот в семье Галкина и Пугачёвой этот закон вызвал определенную озабоченность. В штате Юта запрещено заниматься сексом в стиральной машине. То есть в мясорубке, пожалуйста. В кофемолте сколько угодно. А в стиралке нет. Интересно, ведь если этот закон появился, значит кто-то пробовал, правильно? И что-то там у них не получилось. Я бы хотел этим людям просто заглянуть в глаза. И предложил бы попробовать все это совершить в нашей стиральной машине малютка. Вот интересное было бы кино, да? Немецкое порно отдыхает. Да, сыс фантастич. Двое в малютке, не считая пяти килограмм белья. Да что мы все про Америку, да про Америку. В Африке, если муж назовет свою жену толстой, жена имеет право во время сна закинуть ему в трусы скорпиона. Не, наша не будет заморачиваться ни с какими скорпионами. Наша в три часа ночи за словами «Ах, я толстая?» Всем своим весом прыгнет любимому на живот и никаких скорпионов. В Голландии запрещено заниматься сексом, если вы не покормили свою собаку. Ничего себе, закон, да? Я представляю, идет голландец к жене в спальню, предвкушает, а из-под дивана такса любимая говорит «И это куда, это мы намылились?» Голландец говорит «Жучка, я это от того, чего-то на ласку потянула». А жучка из-под дивана «Ну не скотина, а? У тебя совесть-то есть? Я тут не жрамша с утра, а его на ласку потянула. Урод, неси колбасу, ща же!» Тут жена из спальни. Я что, так и буду, как дура голая, лежать, пока ты со своей сучкой наговоришься? Не, тяжелая жизнь у голландцев. То ли дело у нас. Хочу собаку кормлю, хочу жену, хочу никого, и никто ни слова. Тьфу-тифу, не сглайся. В Аргентине запрещено во время секса разгадывать кроссворды. Ну, садисты и все, правильно? Лично для меня это как нож в сердце. Я даже себе представить не могу, как это можно заниматься сексом, если не разгадываешь в это время кроссворды. Секс без кроссворда — это все равно, что кроссворд без секса. В Африке запрещается выходить замуж за шимпанзе. Лично я считаю, что это грубое нарушение прав человека. Бывают очень даже симпатичные шимпанзе. У меня приятель один женился. Когда они приходят в зоопарк, все самцы в обезьяннике просто звереют от зависти. А потом я знаю пару очень известных людей, женаты на таких мартышках. Когда она без макияжа, так и хочется дать ей банан в руки. В Индии девушка может изменять мужу, если он вас не храпит. Вот закон, да? Не точный закон. У одной индианки муж то храпел, то не храпел. То храпел, то не храпел. Так она просто извелась. Послушает, что храпит, начинает изменять. А он раз — и не храпит. Он перестанет — она опять. Довел девушку до психушки. Не, надо как-то обговаривать, правильно? Если просто всхрапнул, это не считается. А если храпит как следует, то, пожалуйста, гуляй, Дуся, по буфету по-индийскому. В Дании разрешается не идти на работу, если тебе приснилось, что сегодня воскресенье. Золотая страна. Хоть бы недельку пожить в человеческих законах в этой Дании. А вот еще в Африке разрешено задушить человека, если он укусил тебя за копчик. Как правильно, а? Сидишь себе, ни о чем-то таком плохом не думаешь. Вдруг подходит какой-то тип, кусает тебя в копчик и уходит, как ни в чем не бывало. Нет, душить таких надо. Ни тебе здрасте, ни до свидания. Просто укусил и нет его. А это же копчик. Нет, закон — это серьезное дело. Закон надо уважать и обходить стороной. Потому что закон, он обхождение требует. Вот у нас все его стороной и обходят.